Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели, уважаемые дети старше 16 лет! Сегодня вторник, время наше детское, 18 часов в Москве, и мы с вами начинаем в эфире Финал-ФМ ежедневную программу «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Что же, обсуждение, темы для обсуждений тоже знакомы, тоже известны, это наша жизнь, то, что происходит вокруг, мы смотрим, радуемся, печалимся, а жизнь это, как это ни странно, ну, по крайней мере, в это время ограничено несколько, ограничено событиями на финансовых площадках. Вот об этом мы сегодня и говорим. Рынок акций, события и прогнозы. В гостях у меня Святослав Арсенов, старший управляющий активами, управляющий компанией «УралСИП». Добрый вечер, Святослав. Добрый вечер. И Михаил Гонопольский, начальный контрактного управления «Бинбанка». Добрый вечер, Миша. Добрый вечер. Должен был сказать опять, Михаил Гонопольский со своими бумагами. И одни и те же они каждый раз, ты понимаешь? Бумаги отдельно. Сначала Михаил, да, потом бумаги. Ну что ж, замечательно. Как настроение прежде всего? Ну, хорошее. Хорошее, Миша. Нормальное. Нормальное. Ну ладно, будем считать, что настроение достойное для того, чтобы сегодня в эфире говорить о событиях прогноза рынка акций. Уважаемые слушатели, я напомню вам, у вас есть возможность позвонить в студию по телефону 6510-996, код Москвы-495, задать свой вопрос моим сегодняшним гостям, поделиться собственным мнением по поводу событий и прогнозов. Ну, также вы это можете сделать на сайте финам.фм в разделе «Комментарии». Или там «Задать вопрос», там, по-моему, есть такая ссылочка. В общем, все это вы знаете, замечательно. Приступаем к нашему с вами обычному разговору. Ну и традиционно картину маслом я нарисую. Сейчас 18.08 в Москве. Все уже работают. Американцы вчера напраздновались. И сегодня, видимо, бодрячком вышли на тропу войны. Итак, что же творится на финансовых площадках? 18.08 в Москве. Основные индикаторы американского рынка чуть-чуть под водой. Dow Jones минус 0,05% теряет. S&P 500 – 0,1%. Значит, ну, наши индикаторы уже говорили вам в новостях. Сегодня в положительной территории. Хотя, так, достаточно вяло, вяло процесс происходит. РТС почти 0,5% – 1399. ММВБ 0,2% – 1377. В общем, узкие диапазоны. Скука скучная. Скука скучная. Надо отметить, что сырьевые площадки не так скучны. Потому что нефть марки «Бренд» сегодня практически, да, больше процента. Уже 112 забралась она аж. Золото. Ну, золото 1777. Текущий момент. Практически тоже без особых изменений. Евродоллар сегодня наступал. По крайней мере, первой половине дня наступал активно на 1,29 сверху. Наступил, но отскочил. Сейчас 1,29.20. Будет ли продолжать наступление – посмотрим. И набор, основной набор голубых фишек сегодня также разонаправлено. Ну, видимо, скучный день сегодня. Святослав, скучный день сегодня. С точки зрения торговли, я имею в виду. Ну, безусловно. Да? Да. А почему такая скука? Ну, потому что была… Извини, мы стояли сейчас с нашим фотографом, играем-то в коридоре, к эфиру готовились, и он взевает. Я говорю, что ты взеваешь? Он говорит, осень, скучно, осень. Может быть, и на рынке то же самое, да? Нет, обычно осень, конечно, не скучная пора. Скучная пора у нас все-таки летом, но, видимо, повеселились совсем в недалеком прошлом. Да, да. Пару недель подряд. Поэтому сейчас… Платило веселье всем, да? Да, некая передышка, и рынок слегка скучает. Вот. Ну, это видно всегда по объемам. То есть они опять минимальны, да? Да, да, да. Хорошо, а он скучает передышка перед чем-то? Перед чем-то? Ну, то есть передышка обычно, да? Ну, скажем так, я бы назвал это рынок в размышлениях. А-а. После того, как… Причем опять вопрос стандартный, да? По поводу чего размышляет рынок? Да. Куда пойти, куда податься? Миша, у тебя там в бумажках твоих нет ответа на этот вопрос? Конечно же нет. Конечно. Зачем ты их носишь с собой, да, я не понимаю. Ну, на рынке сейчас такая консолидация некоторая сложилась в последние дни. Ну, в целом, просто, на мой взгляд, такой вот запал спекулятивных факторов, новостей, он в некоторой степени отыгран за предыдущие недели. Соответственно, сейчас нужно что-то как бы новое, да, что-то какие-то новые импульсы для дальнейшего движения. Видно, что, в общем-то, в принципе, попытка какого-то движения вниз, там, коррекционного, она была. Когда? Ну, если взять от максимума, да, за последний месяц, да, все-таки рынок там несколько отошел, да, на несколько процентов. Вот. Но, в целом, конечно, такого какого-то пока рынок на восходящем тренде, который там начался где-то с июля, наверное, да, июнь-июль, вот, наверное, вот, пока он с него не ушел. В принципе, ну, на самом деле, в некоторой степени такой бесстрашный рынок, мне кажется, потому что все... Бесстрашный? Ну, все очень как бы сейчас достаточно оптимистично и настроены в пользу того, что даже если все будет не очень хорошо, то, в принципе, и плохо тоже не будет. То есть нету вот таких вот опасений, там, что сейчас будет какой-то коллапс в европейской, там, банковской системе или там на европейском рынке долга, такого опасения нет. Поэтому, в общем-то, было такое движение наверх в предыдущие месяцы, и, в принципе, сейчас рынок так вот отдыхает и ждет дальнейшие импульсы. Мы бы, наверное, увидели более уверенное движение дальше вверх, после того, как, соответственно, ФРС и ЕЦБ, в общем-то, все уже сказали, и вряд ли в ближайший месяц они что-то новое добавят, новый импульс, потому что они со своей стороны уже все сделали. Но это удвижение, ну, шансы на это движение, наверное, в ближайшие месяцы, на мой взгляд, такого уверенного движения, какого-то наверх, не очень велики, потому что все-таки сейчас у рынка нет опасений того, что будет какой-то коллапс вроде бы пока, на текущий момент. Извини, я тебя перебью. Но с другой стороны, я доведу просто мысль, кратко, пока экономические данные, они не позволяют рынку уверенно дальше идти наверх, вот в этом проблема. Я думаю, они смотреть наверх не позволяют, не то что идти. Я сегодня прочел в Фейсбуке, ну, там, периодически какие-то интересные истории возникают, значит, ну, традиционно мы знаем, да, всех участников рынка делят пополам, как минимум, да, это быки и медведи. Ты, кстати, кто, бык или медведь? По-разному. По-разному. Спекулянт. А ты, Стаслав, бык или медведь? Ну, понятно. Пожалуй, в долгосрочном бык. Все-таки бык, да? Ну, да, иногда, конечно. Там затесались еще два персонажа, вот я их прочел, там, как их характеризуют. Овца и свинья. Вот, вот, вот. Это нормально, овца и семья? Это вообще рыночные участники, участники рынка. Я, Стаслав, слышал, да? Нет. Что, оказывается, есть еще овцы и свиньи на рынках. Причем в плохом смысле слова, я бы так сказал. Свинья, это, Миша, это кто? Это тот, кто... Сейчас я вспомню. Свинья, это... А, ну, это спекулянты. В общем, они там, да, рынок туда-сюда шарашат и мешают всем жить. А овца, это осторожный инвестор. Он все, да, он больше собирается войти в рынок, чем это делает. Ну, на самом деле, наверное, если вот эти характеристики применить к текущему рынку, то, вот, наверное, после того, как, соответственно, центральные банки выступили, да, за последние месяцы своими действиями, сейчас на рынке нету таких вот уверенных больших быков, они пока не пришли. Сейчас на рынке? Ну, и медведям тоже немного, соответственно, немного сбавили свои обороты, поэтому, может быть, да, сейчас как раз на рынке много вот этих двух категорий животных. Ну, да, может быть, да. Ну, то есть, да, я соглашусь, да, свиньи, они, собственно, в диапазоне-то, они все лето туда-сюда шарашили. Даже при этом они еще и автоматику подключают к этому делу, да. Помните эту историю весеннюю, когда кто-то не на ту кнопку нажал, да, и робот виноват, он там индекс ММВБ туда-сюда гонял в течение, по-моему, там. Ну, вот на той неделе буквально было, не у нас, правда, в Индии, там много было статей, в Лумберге особенно, да, когда там за несколько минут индекс на процентов 16, что ли, провалился, там больше разбирались на эту тему. Ну, и опять виноваты роботы, да? Ну, что-то такое, там, какая-то брокерская компания, ордера там какие-то вырезали. Я понял, хорошо, давайте слушаем новости, а потом продолжим наш интересный разговор. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер, на финал МФН сухой остаток, меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем наш разговор о текущих событиях на рынке акций. В гостях, напомню, Святослав Арсенов, старший управляющий активами управляющей компанией «Уралсиб», и Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления «Бинбанка». Еще раз добрый вечер, Олеги. Ну что ж, это смешная была шутка за эфиром у Миши, что нашу программу уже пора переименовывать, предложил он. В диалоге о животных-то, да? Да, ну это уже, в общем-то, бренд, мы не можем использовать. Не можем использовать, а мы придумываем какую-то другую историю. Нет, конечно, переименовывать мы не будем, но вот сегодня такая мысль возникла, да, вспомнить этих, причем биржевых животных-то, биржевых игроков. А завтра, может быть, еще какая-нибудь интересная идейка. У нас начались вопросы, давайте будем слушать их. Значит, на связи Владимир. Владимир, добрый вечер. Говорите в эфире. Да, добрый вечер. Хотел спросить, раскрыть такую тему. Вот Куэ-3, насколько я понимаю, это выкуп ипотечных облигаций. И как и когда это, ну как это работает, да, если можно вкратце объяснить, кто там банки держат эти облигации, у них выкупают, и они их. И когда эти деньги, и если эти деньги могут идти на рынок, то когда пойдут? Вот как-то вот эту тему расходится, потому что все говорят, а как-то... А о чем говорят непонятно пока, да? Ну, как бы не очень, да, совсем. Хорошо, Владимир, спасибо за вопрос. Спасибо. Миша, давай, тебе карты в руки. Ну, соответственно, суть в том, что денежная масса, да, в долларах, она, соответственно, может расти за счет действий Центрального банка, когда они осуществляют операции на открытом рынке, либо, соответственно, расширяют операции при финансировании. Вот, то есть в данном случае мы имеем запущенную программу уже, то есть уже бесполезно размышлять, как мы там делали месяц назад, наверное, на поводу целесообразно или нет, ну, вот это случилось, да. А, кстати, я до последнего момента был, конечно, пессимистично, сомневался. Я сам бы, я вообще не понимал, как это можно... Вот, но это уже как бы бесполезно, поэтому 40 миллиардов долларов ипотечных бумаг покупается на рынке через... Ежемесячно. Да, в течение месяца, там, по определенному графику эти все операции на сайте Федрезерва, они публикуют свои статистики, сколько они купили, вот, естественно, это происходит, там, ФРС действует, там, точно через, там, специальная группа первичных дилеров, вот. Соответственно, долларовая масса, если эти деньги не стерилизуются, да, если эти деньги не возвращаются на постоянные, там, депозиты, там, или избыточные резервы в ФРС и не вытаскиваются оттуда, то, соответственно, эти деньги находятся на рынке. Таким образом, это дополнительный, как бы, источник, в том числе, там, фондирование в некоторой степени для, там, финансиститутов, а уж... А Федрезерв, кстати, раз? Куда они их направляют? В идеале, конечно, тот же Федрезерв, да, там, и любой центральный банк, когда он предпринимает попытки по насыщению денежной массы, да, новыми деньгами, он это делает, прежде всего, не для того, чтобы, соответственно, они, там, в первую очередь пошли, там, на рынок нефти, рынок золота, там, рынок акций, да. Свиньевых, свиньевых раздать, извините. Но они, конечно же, больше всего хотят, чтобы они пошли на другие активные операции банксектора, на кредитование, вот, на практике, естественно, часть этих денег, она попадает, в том числе, и на спекулятивные цели, поэтому, ну, а рынку, в общем-то, для спекуляции очень много не нужно, там, сотен миллиардов, там, чтобы... Поэтому он и радуется, да, сигналу, что будет... Поэтому, соответственно, для закрытия каких-то дыр, то денег становится в некоторой степени больше, и часть из них, там, может попадать, в том числе, на какие-то спекулятивные операции в определенные активы, когда... Особенно, когда банки не очень хотят кредитовать компании, особенно в условиях, когда они не уверены, что эти компании будут в будущем сильно кредитоспособны, что они... Вернут. ...точно вернут кредиты, да, соответственно, и когда они видят, что доходность этой операции может быть ниже, чем спекулятивных каких-то там инвестиционных операций, вот поэтому часть этих денег попадает, соответственно, на рынок. Вот. Но все равно надо понимать, что, там, если экономика идет в рецессию, то эффект даже, в том числе, для фондовых рынков от вот этих дополнительных денег, он будет не такой значительный. То есть, в идеале, сейчас у нас какая ситуация? У нас есть там монетарное стимулирование в некоторой степени в Европе, потому что там уже и длинные деньги дали, соответственно, через кредиты, да. Я не говорю про вот эти новые операции, это отдельная тема, там еще непонятно, как, когда это все будет происходить, в каких объемах. Но в целом в Европе ей дали через инструмент рефинансирования предоставленные деньги, да, от ЕЦБ, это еще в конце прошлого года были, вот эти вот кредиты длинные. Вот. Ну, это такая тоже форма, соответственно, дополнительное там насыщение, фондирование банковского сектора. И, с другой стороны, соответственно, в США, вот у нас есть программа, которая продлится там как минимум, наверное, полгода, а может быть и более года, в зависимости от ситуации в экономике. Соответственно, это тоже там сотни миллиардов долларов. Вот. Теперь в идеале, да, для того, чтобы, как говорится, свершилось бычье чудо, так его назовем, да, и чтобы там рынки в такой среднедолгосрочной перспективе уверенной шли наверх, нужно еще, чтобы рынки увидели, что параллельно с этим монетарным стимулированием идет улучшение финрезультатов компании, да. А это, соответственно, должно некоторое идти там улучшение в целом там по экономике, да, в отдельных регионах. Вот тогда, если вот это вот совпадет, да, вот тогда действительно мы увидим постоянный бычий рынок там 13-го года и, соответственно, приток вот этих отчасти денег, ну, потому что будет, с одной стороны, много ликвидности, с другой стороны, в принципе, у инвесторов есть понимание, что эти компании, они как бы, прибыль их не будет падать там на 20-30% каждый год, там, допустим, да, наоборот, будет там расти, соответственно, они будут готовы в них вкладывать, тем более у них и денег полно. Вот, вот, соответственно, первая часть, в общем-то, сейчас запускается, да, монетарного стимулирования, а вот часть по поводу, когда сработает вторая половина этого вопроса, чтобы была уверенность, что экономический цикл наконец-то разворачивается и какие-то приемлемые темпы начинают идти, на мой взгляд, это еще в стадии не наступило. Кстати, говорить вот об этой стадии, да, Светлослав, присоединяйтесь. Значит, у нас, собственно, на этой, на следующей неделе начинается сезон отчетности, да, американских крупнейших корпораций. Вот какие ожидания у вас, в частности, есть, какие-то ожидания по поводу того, потому что, да, ну, логично, вот Миша говорил о чем, что деньги есть, теперь надо понять, да, что эти деньги пойдут на благоприятную почву и так все будет хорошо. Не, ну, отчетность ожидается в целом будет слабая. Слабая. То есть, это, там, эти ожидания уже есть, и на все компании, там, аналитики уже поставили давно свои прогнозы. Отчетность ожидается слабая, скорее всего, эти ожидания сбудутся. Вот. Но с точки зрения, там, действия вот монетарных властей, которые новый раунд Куи объявили, эта отчетность совершенно непоказательна, потому что то, как эти деньги будут действовать на экономику, мы увидим только в 2013 году. То есть, в первом квартале 2013 года. Да, не раньше, поэтому сейчас какие-то выводы делать об этом будет рано. Может быть, даже наоборот, да, если вот так вот логически просуждать, плохая отчетность, это опять повод для того, чтобы денег еще налить, правильно? Да, нет, Миша? Ну, я не думаю, что Федрезерв очень следит за средним показателем прибыли по СНП 500, хотя уже Бернанке, насколько я помню, на последней или предпоследней, на последней вот этой крест-конференции, уже открыто говорил, что одна из целей, в том числе, по КУИ-3, да, там, в частности, по стимулированию ипотечного рынка США и в целом по программам, конечно, смягчение, это, с одной стороны, это снижение ставок по ипотеке, дальнейшее поддержание, соответственно, за счет этого, так как американское население достаточно загружено, часть населения большая, ипотека, и они меньше, соответственно, будут платить, соответственно, располагаемых дохода за счет меньшего платежа по ипотеке, за счет меньшей ставки, это, опять же, вопрос механизма, как он может воздействовать, эта цель, часть дохода будет повыше, да, оставшейся, да, и, соответственно, он сможет эту часть тратить, не этот кусочек, там, может быть, не очень большой, но все равно, тем не менее, тратить не на, там, платеж банку, а что-нибудь полезное купит. То есть потребительский, да? И второй вопрос, естественно, уже, что мне, как бы, некоторое себе даже удивило, что Бернанке даже достаточно открыто сказал, что, в общем-то, рост стоимости акций американских, это рост благосостояния, ну, что-то в этом роде, смысл такой был, рост благосостояния американского населения, как известно, они, в общем-то, тоже достаточно проинвестированы. И активны, да. И для них, в некоторой степени, это тоже рост, соответственно, доходов и потенциально возможный рост расходов. Даже если ситуация с безработицей плохая, да, соответственно, зарплата у него, там, не растет или ему тяжело найти, там, у некоторой достаточно приличной части населения есть в вложение в фондовый рынок, соответственно, от этого они имеют тоже дополнительный доход. Поэтому, в некоторой степени ФРС напрямую даже уже открыто говорит, что они заинтересованы для благих целей экономики, конечно же, в том числе и в росте фондового рынка за счет своих программ. Да, это забавно. Хорошо, хорошо, спасибо. Ну, на вопрос Владимира мы, как минимум, ответили. Я хотел бы вас к другому вопросу сейчас, уважаемые гости, развернуть. Пишет нам Андрей. Ну, прежде всего, вот его интересует тема IPO-мегафона. Знакома эта тема? Да. Знакома эта тема? Да, конечно. Ну, если можно, прокомментируйте. Вот вопрос следующий. IPO-мегафона на МВБ. Видение, что и как. Видение, хорошее слово такое. Видение. Ваше видение. Ну, мое видение, что компания имеет, в принципе, все шансы разместиться. Это первое. Второе, что никаких сюрпризов или, скажем, дисконтов по цене там не будет. Компания хорошо изучена. Ее, в принципе, знают как российские инвесторы, так и западные. Она была уже присутствовала на рынках капиталов, размещая там свои облигации. Вот. То есть все хорошо с компанией знакомы. Вот. Торгуются прекрасные аналоги там в виде МТС, в МТЛКОМа. А сектор уже прошел стадию развития. То есть сектор с мобильной связи в развитом состоянии. Рост там небольшой, там 5-8% в год компании растут. Более-менее все близко. Чуть хуже, чуть лучше. Никаких сюрпризов не будет. Это как бы... Вопрос участвовать, не участвовать в IPO. Я думаю, что, в принципе, если вы держите компании типа МТС или в МТЛКОМа, и среди них Мегафон, может быть, даже будет лучшим выбором. Потому что компания сделала фактически с позднего старта очень хороший прогресс, догнала лидеров. И это говорит о потенциале, именно о качестве управления, менеджмента и так далее. Но что это будет что-то сильно отличающееся от секторов в целом, я не думаю. То есть здесь нет ничего. То есть достойное место, я так понимаю, займет в этом сегменте рынка просто-напросто. Будет еще одна бумага интересная, предсказуемая, извините, конечно, в кавычках я и заставлю. Миш, ты что по поводу Мегафон есть? Ну, соответственно, это наш, наконец-то, третий лидер сектора, выходит на рынок, причем, в общем-то, компания по своим кредитным метрикам, на мой взгляд, может, возможно, даже лучше среди этих всех компаний. Вот, если посмотреть там history этой компании, то и взять, допустим, график доли на рынке там в Мпл.кома, МТС и Мегафона, то мы увидим, что только у Мегафона резкий такой график вверх по доле, и в основном эту долю компания забирала в Мпл.кома. Вот, там, что касается рынка передачи данных, то это лидер. Миш, мы сейчас слушаем новости, потом продолжим, интересно. Продолжаем. Добрый вечер еще раз, уважаемые слушатели. Продолжаем наш разговор на Финам.фм. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Святослав Арсенов, старший управляющий активами управляющей компании «Уралсиб» и Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления «Бинбанка». Собственно, обсуждаем вполне понятные события и вопрос, на который мы начали отвечать, вопрос нашего слушателя по имени Андрей. Мы говорили о IPO-мегафоне, который планируется на бирже МВВ. Оба моих гостя согласились с тем, что это достойные мероприятия, достойные. Относятся они к нему позитивно. Ну и еще одна интересная бумага в известном секторе окажется на бирже. Что в этом плохого? Вопрос от Андрея Ж. Его интересует банковский сектор. Причем Андрей, я так сообщу Святославу и Михаилу, Андрей активно пишет вопросы, он активный спекулянт, судя по всему. Ну, как видно, это даже из его вопроса. Следующего он интересуется перспективами следующих бумаг на конец месяца. То есть достаточно краткий срок такой. Банковский сектор. Его интересует Возрождение и Санкт-Петербург. Банк Возрождение и Банк Санкт-Петербург. Ну и значит еще Норникель, Полюс Золота и Уралкалий. Давайте прокомментируем. Святослав, если можно, начнем. Банк Возрождение. Ну, насчет конца месяца это очень короткая перспектива. Что касается Банков Возрождения и Санкт-Петербург, я думаю, среди них моим фаворитом будет Банк Санкт-Петербург. Оба банка, скажем так, региональных, не очень крупных, но входящих там в двадцатку-тридцатку банков России. А почему как бы Банк Санкт-Петербург, у него были последнее время неожиданные как бы списания, неожиданные для инвесторов, которые достаточно сильно расстроили рынок и акции этого банка заметно упали, скажем так, как сильнее сектора, сильнее рынка, и вылывающая, наверное, сейчас оценка стоимости где-то Банк Санкт-Петербург в районе полбука, что, на мой взгляд, учитывая даже весь негатив, который был с финансами банка, достаточно привлекательно. Ну, это, опять же, речь идет скорее о долгосрочных перспективах. Я понимаю, да, все-таки действительно. Здесь слишком неликвидные бумаги, чтобы там обсуждать их на горизонте две недели. Согласен, согласен. Вот. Так, хорошо. Ну, продолжайте, да? Да, что касается Уралкали, Полюс Золот и Норникель, скажем, компании заметно сильно отличаются, и в своем поведении вообще в отношении к растущему или падающему рынку, скажем, Полюс Золота довольно защитная бумага, и там, если рынок будет идти активно вниз, там, и будет какой-то негатив в целом на рынке, с большей вероятностью Полюс Золота выиграет. То есть, мы рассматриваем сценарий, что навряд ли что-то случится за две недели, то, ну, Норильский Никель, наверное, выглядит более привлекательным из этих трех, на мой взгляд. Уралкалия в ближайшее время, я не помню, когда, по-моему, то ли в начале ноября, то ли в начале декабря заканчивается программа выкупа бумаг, вот, и, может быть, в связи с этим будет краткосрочно некое давление на акцию. Ну, здесь тяжело, но, по крайней мере, есть некий там негатив, который может случиться там в ближайшей перспективе. Ну да, опять краткосрочно. Что касается Полюс Золота, я на ближайшем горизонте неких триггеров там для бумаги, ни негативных, ни позитивных не вижу. Вот, не думаю, что там произойдут какие-то сильные изменения. Опять же, я говорю о Полюс Золота, который торгуется в Лондоне, потому что то, что здесь происходит с локальной бумагой, как бы, там вообще малопредсказуемо, то, что торгуется на МВВ. Понятно. Вот в связи с этим, спасибо, огромное спасибо, Святослав. Собственно, на вопрос Андрея, я думаю, мы ответили. Миш, подключись. Вот в связи с этим, смотрите, ну давайте идти от базового, что ли, элемента, ну не путать с известной компанией. Я имею в виду золото, золото. В нынешние времена, простые или не очень, да, ожидаемые коллапсы, Миша вот любит это слово, или наоборот, будет светлое будущее. Золото, как актив, убежище, актив защитный, да, от неких потрясений, корректно употреблять или нет, Миша? Ну, в последнее время нельзя сказать, что золото это прямо вот такой вот защитный актив, но на взгляд, там, если посмотреть последние корреляции золота со всеми рисковыми активами, то получится, что корреляция достаточно высокая. То есть, в общем-то, это такой вот некоторой степени нерисковый актив, когда большая спекулятивная активность на рынке, что мы, соответственно, имеем на текущий момент после старта монетарного стимулирования, да, очередного, то этот актив обычно, соответственно, показывает тоже динамику восходящую. То есть, когда аппетит к риску высокий в последнее время, то, то есть, я уже не назвал бы это прямо такой защитный актив. Может быть, в некоторой степени это защитный актив в том смысле, что этот актив защищен от того, что там экономика, что монетарное стимулирование будет идти, да, а экономика будет там падать, да, и при этом, соответственно, там, инвесторам будет тяжело при этом покупать все равно акции компании, понимая, что эта компания будет генерировать там ухудшение финн-результатов или низкий рост. А золото, в общем, здесь такой проблемы нет, и когда, в общем-то, есть много денег, некуда их деть, и, в принципе, ничего такого страшного не ожидается на горизонте, в моменте, то можно их там запихнуть в золото. Мне кажется, это вот сейчас такого плана актив, и в этом плане вроде бы, да, и если сюда добавить, что инфляционное ожидание, в принципе, ну, в долгосрочной, прежде всего, перспективе, потому что мы не говорим, что инфляция начнет расти там в ближайшие полгода резко, но, в принципе, да, рано или поздно это все-таки случится, да, и случится это вместе с оживлением экономики. Скорее всего, когда уже начнет расти инфляция, она будет расти существенно большими темпами, чем темпы роста оживляющейся экономики, вот. Ну, наверное, в ближайшие месяцы пока рано об этом говорить, что у нас есть там большой инфляционный риск, но для многих фондов, да, инвесторов, которые на рынке есть и присутствуют, в том числе на рынке золота, это, в общем-то, большой, большая идея для того, чтобы в этом активе оставаться и потихоньку добавляться. Поэтому, то есть, наверное, пока у нас нет вот то, что мы повторяли, ожиданий коллапса, да, спекулятивная активность, в принципе, на достойном уровне, денег, в общем-то, достаточно много, то золото имеет шансы, в общем-то, там, расти не хуже других рисковых активов, а может быть и лучше, на мой взгляд. Хорошо, в связи с этим, значит, ну, вот это базы, я его так назвал, уж извините, базовый, да, такой актив золота, а теперь, ну, в какой степени производные на него, а именно, акции золотодобывающих компаний, часто мы говорили о поле золота или депозитарной расписке на нее и как уже, получается, производный инструмент, да, в какой-то степени от производного инструмента. Насколько они в этом же, в этом случае, насколько они ту же роль исполняют? Последний год очень плохо исполняют эту роль, вот, ну, причина в том, что все-таки акции золотых компаний это совсем не золото, вот, в них оцениваются там перспективы, риски. Самих компаний, да? Самих компаний. И разные акции могут отличаться друг от друга прямо в противоположную сторону, потому что, прежде всего, это компании, которые добывают золото, поэтому у них есть риски, именно связанные с добычей на то, как они успешно выполнили свои обещания по объемам производства золота. К сожалению, с этим часто в последнее время большие проблемы. Компании объявляют одни планы, инвесторы все это считают, а потом оказывается, что эти планы совсем не так выполняются, как обещались, и на этом инвесторы расстраиваются, акции падают. Что и происходило, как бы, в целом последнее время, но не только. Многие компании золотые там не очень крупные, и в целом интерес к мелким, средним компаниям по капитализации, к неликвидным падал. Это тоже нашло отражение в ценах золотых компаний, то есть изменились сильно именно оценки. То есть, если, допустим, раньше золотая компания торговалась там по 8-10, то сейчас все заметно скорректировалось, и многих там российских компаний там от 3 до 6 торгуются. Там зависимость от величины компании и качества управления. Вот, поэтому здесь нужно все-таки четко разграничивать акции золотых компаний золота. Кроме того, необходимо очень хорошо разбираться именно насколько компания хорошо может выполнять свои прогнозы по добыче, каким методом, какой актив там у нее есть. Во внутренней кухне надо разбираться, да? Да, это совершенно не связано с ценой на золото, потому что издержки, то, что называется кэш-косты по добыче, практически ни у одной компании не превышают тысяч долларов за унцию. То есть, любое добытое золото, оно практически у всех компаний добывается с хорошей маржой. Вопрос, сколько они смогут его добыть и когда. Ну, кстати, по поводу, так уж, слово это, да, прозвучало, по поводу кухни, ну, то есть, по поводу внутренней жизни компании, по поводу ее отчетности, насколько объективна та информация, которую обычный инвестор может почерпнуть где-нибудь на доступных ресурсах мешать. Можно этому верить? Не, ну, мы имеем дело, если, там, взять тот же Полюс Голд, там, или Полиметалл, это все-таки крупные публичные компании, они достаточно зарегламентированы, у них акции обращаются на Лондоне, допустим, да, и, соответственно, есть серьезные требования к предоставлению данных и к тому, соответственно, чтобы это были правильные данные. Поэтому для крупных компаний, да, соответственно, ну, и эти компании, естественно, и оценены, то, что, да, там, не 2-3, там, и беды, да, там, а сейчас там 7, там, допустим, да, Полюс Голд. Вот, естественно, более мелкие компании, да, там, соответственно, инвестор видит больше риск, меньше всегда понимает, что там происходит зачастую, и он вкладывает в это более низкую оценку. Хотя, в принципе, у компании может быть, там, огромный потенциал, но что такое потенциал, там, роста, там, производственных результатов, если ты не до конца уверен, что там происходит, что там с менеджментом. Не знаешь даже. Да, поэтому крупным компаниям прозрачность, в принципе, достойная, наверное, можно так сказать, а более, там, второй-третий эшелон, наверное, там могут быть вопросы определенные. Ну, собственно, это... Ну, стандартная. Да, стандартная такая позиция, логичная. Кстати, Андрей, вот, на чьи вопросы мы отмечали, благодарит вас за ответы, ну, действительно, ответы получились подробными. Мы сейчас традиционно с вами слушаем новости, а потом продолжим наш рассказ. Ну, что ж, уважаемые слушатели, программа «Сухой остаток» на Финам.ФМ, последняя, заключительная, финальная ее часть. Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем наш разговор. Напомню, телефон на всякий случай 6510996, сайт компании финам.ФМ. Звоните, задавайте вопросы, делитесь собственными наблюдениями. Ну, перед тем, как мы будем подводить итоги, я хотел бы, уважаемые коллеги, еще темы, ну, конечно, какой-то семьи, наверное, уже надоевшей, набившей оском, но, тем не менее, темы Европы коснутся. Темы Европы. А в какой связи? Ну, исходя из событий последних несколько дней, мы видим, что вроде бы, да, Испания каким-то образом нащупала дно, да, подбили бабки, как в таких случаях говорят, там, в общем, бюджет они каким-то образом сверстали, вот он всех устроил, и пока даже помощи не хотят они брать, хотя на этом активно настаивают, ну, не испанцы, конечно. А вот что с Грецией, Миша? Что с Грецией? Ведь они бедолаги, смотри, они не укладывают. Я думаю, что с Испанией, на самом деле, интереснее. Серьезно? Да. Ну, давай, давай, тогда произнес. Не, с Грецией что? В общем-то, идет торг, вот, за, там, несколько миллиардов долларов, соответственно, где их там, либо сократить, опять же, там, в рамках бюджета что-то, да, либо, соответственно, попросить побольше на эту сумму, если так, вкратце, да. Ну, нет, это две позиции, понятно, кто будет говорить, сокращайтесь, а кто будет спросить. Соответственно, последняя диспозиция на текущий момент, это то, что Греция все-таки настаивает на сокращение ряда расходов на два года более растянутый период до 2016 года, вместо того, что планировалось 2014, соответственно, это приводит пока что, ну, то, что там экономика падает, там, 5-6, там, процентов в год, это, как бы, ничего не изменилось. Вот, соответственно, вот это вот некоторое растягивание, да, оно приводит к тому, что для достижения определенных, там, таргетов и финансирования, там, нужно чуть-чуть побольше денег в рамках пакетов помощи, но они вроде бы, вот сегодня я видел реплику министра финансов, что он говорит, ну, там, что там, 10-12 миллиардов, там, евро, допустим, в общем-то, не так много, там, мы договоримся, если что, там, уже на рынке возникла такая мысль, что они просто будут крутить, там, векселя, то, что вот последние месяцы, можно заметить, что Греция достаточно активно финансируется за счет вексельного рынка, там, размещает векселя на несколько месяцев, эти векселя, естественно, там, в основном покупают национальные, еле живые, да, там, банки, которые сидят на декапитализации дополнительной, которые в рамках пакетов помощи, в том числе, они сейчас должны тоже получать, вот, и потом это просто, там, заносят пока, там, в ЕЦБ, в свой центральный банк и получают на это деньги, вот, и, в принципе, эту схему такой, она, конечно, рисковая, да, в любой момент вроде бы, да, банки, там, там, если национальные рухнут, да, все, денег, там, нету, да, в бюджете дыра, вот, но, в принципе, я так понимаю, что на крайняк они, в общем-то, готовы и определенные в разумных пределах, там, увеличивать, в том числе, эту краткосрочную вексельную программу и убедить европейских партнеров, что вот эта вот дыра за счет растяжения, там, своих программ бюджетных, она будет покрываться, там, какими-то краткосрочными, там, схемами, источниками, вот, ну, то есть, в общем, идет переговорный процесс, в принципе, конечно, еще, там, половину списали, но, в общем-то, там, есть деньги еще приличные, которые, от списания которых, вроде бы, какие-то, там, негативные последствия определенные будут, да, так просто это не произойдет, но, в целом, в общем-то, ну, не так это все будет страшно, наверное, страшно будет, там, пару недель, там, когда это все будет происходить, если это будет происходить, да, если они не договорятся, да, все-таки, и будет, там, прекращение финансирования Греции, но в конце это все-таки, там, больше страшнее было бы, если бы это была другая страна. Ну, давай я другой теперь. Ну, по поводу Испании, да, на рынке, вроде бы, сложился такой некоторый позитив, что вот они красиво презентовали, там, да, но сейчас потихоньку уже приходит такое разумение, да, потому что весь этот бюджет, он держится на том, что ВВП в следующем году упадет на полпроцента. А он упадет больше, естественно, да? Консенсус на рынке, что он упадет на 1,3, и, ну, это ладно, это консенсус, консенсус, там, может меняться, да, там кто-то может ошибаться, но мне кажется, в этом вопросе более важно то, что вот сегодня опубликовал, опубликовал публично МВФ свой отчет, да, по мировой экономике, по отдельным странам, и у МВФ стоит прогноз по Испании на следующий год минус 1,3 процента, в то время как в предыдущем отчете, который был в июле, они ждали, что экономика там упадет где-то на 0,5-0,6, вот. Получается, что, почему это важно, на мой взгляд? Опять же, ну, вроде бы это просто оценка там Финиститута, а важно это, на мой взгляд, заключается в том, что вот эта вот красивая программа покупки ЕЦБ и там фонды ЕСМ, там, есть с остатками ФСФ, она работает, соответственно, если страна обращается. Если страна обращается, как бы жестко зарегламентировано, что мониторинг их, в том числе детальную оценку ситуации, да, и ковенантом каких-то, да, этим занимается в том числе МВФ. Соответственно, как вы думаете, если все-таки дойдет до момента, когда Испания созреет, они придут и скажут, ваш красивый бюджет, мы не согласны, что экономика упадет на полпроцента, она упадет на 1,3. А если экономика упадает на 1,3%, это еще несколько десятков, соответственно, миллиардов, на которые нужно, там, где-то в бюджете найти. Соответственно, в Испании тоже, там, есть внутренняя ситуация, да, которая потихоньку, ну, то есть, они не очень хотят, очень болезненно, да, даже. Да, накаляется она. Поэтому вот это вот достаточно пока что шаткая такая диспозиция, что Испания представила бюджет, этот бюджет устроил всех. Наверное, пока это не сложилось. В принципе, пока рынок всерьез не воспринимает, что сейчас будет какой-то коллапс, они не договорятся, да, но я допускаю просто, что вот это вот такая суматоха некоторая, да, в виде, там, переговорного процесса и, там, недели переговоров, да, между, там, европейскими чиновниками, там, тройкой, да, там, и МВФом, и относительно бюджета и реформ, на которые обяжет Испания, чтобы вот этот запуск помощи страны ЕЦБ и ЕСМ был запущен. Ну, вот такая вот какая-то суматоха может быть. Вот, и, там, может быть, из-за этого как-то некоторая нервозность возникла. На рынке, да? Вот. А так, в целом, ну, что, в Испании, вот, чудесные данные были на днях продажи автомобилей. Последний месяц, год к году, там, порядка 40% минус. Минус? Да, худшие показатели за 23 года, в общем-то, этим все сказано, поэтому, ну, там есть некоторый такой локальный фактор, то, что там НДС подняли в последние месяцы, там, еще такой, это ускорило ухудшение. Ну, и в целом, ну, то есть, что, в Италии я недавно слышал на одной из радиостанций, что там продажи велосипедов, по-моему, в том числе, превысили продажи автомобилей. Вот. Ну, то есть, ситуация в экономике там плохая, поэтому тут говорить не о чем. Механизмы есть спасительные, в общем-то, на них можно рассчитывать. А то, что вот, я бы просто, единственное завершаю, да, мысль свою, я бы просто не рассчитывал, что это все будет так быстро и гладко, как бы рынку хотелось. Поэтому, к сожалению, наверное, любая вот эта, запуск этого механизма, перед ним опять будет не очень такой красивый процесс, и на рынке будет некоторые там волнения такие спекулятивные. Понятно. Понятно. Спасибо, Миша. Понятно. Хорошо. Осталось у нас не так много времени. Давайте попробуем о прогнозах. Как вы к прогнозам относитесь, Светослав? Любите давать прогнозы? Прогнозы давать не люблю, но... Но придется. Да. Но придется. Назвался груздем, как говорят, в таких случаях. Ну, опять-таки, мы не требуем, как правило, ну, хотя многие наши слушатели задают вопросы, да, где будет то-то, то-то на конец года, да, сколько будет стоить это-то через полтора часа. Это забавно, такие, на вопросы такие мы не отвечаем, как правило, думаю, что все взрослые люди. Но, тем не менее, вот основной набор интересующих нас инструментов, ну, давайте с индексов начнем, если есть желание, да, какие-то бумаги конкретные. И потом обязательно я прошу лично, да, где будет курс рубля к доллару, вот, где будет цены на нефть, вот, вот, вот в этой связи. Хорошо? Пожалуйста. Давайте. Светослав. Ну, давайте с РТС начнем. С индексом РТС. Ну, до конца года, на конец года. На конец года пусть будет, да. Я оценю все-таки, что мы будем в позитивной территории текущего момента и закроемся в районе, там, 1600-1650. Угу. Вот. Но рынок, там, будет тихий в ближайшее время, наверное, как минимум до выборов в Соединенных Штатах. А что такое тихий? Тихий, это как сегодня. Ну, более-менее похоже, да. Я понял. Так. Ну, и дальше будет некий такой оптимизм и плюс... Кстати, оптимизм связанный с чем? Что выбрали Обаму, да, с этим вы связаны? Ну, в принципе, да. Один из поводов для лучшего отношения инвесторов в Соединенных Штатах к рынку в целом, да. Вот. И плюс традиционный некий позитив в конце года, который бывает в большинстве, скажем, случаев. Ну, это связано с рождественским раллием, да? Да, знаешь, как-то так это называется. Я понял. Хорошо. Цены на нефть, цены на сырье. Ну, учитывая логику ваших рассуждений, они тоже будут где-то, наверное, повыше. Цены на нефть, я думаю, мало что изменится. Скажем, там 100-115 долларов. Я даже думаю, что там ничего выше, по идее, не должно быть. А в случае после выборов, если начнется какая-то ускоряться тема, связанная с неким конфликтом с Ираном, тогда там может какое-то действие развернуться. Но учитывая, что там, что иранскую нефть сейчас активно заворачивают, чтобы продажи уже там якобы упали до миллиона баррелей в день, вот, чему способствуют активно и американцы, и европейцы, не покупая иранскую нефть. В принципе, реальный эффект на рынок, он будет небольшой, но страх, как бы, в принципе, инвесторов по этому поводу, он может заметно сказаться. Но это не только скажется на нефть, но и на фондовый рынок. Но в любом случае это будет, наверное, уже в любом случае в следующем году. Ну да. А что с рублем? Еще один вопрос, последний. Рубль, наконец, годы, я тоже не думаю, что сильно изменится, но в районе 30-31 рубля за доллар. То есть он может поболтаться тоже, да? Ну, в принципе, и же твои прогнозы. Ну, на самом деле, может быть, как обычно, да, тяжело давать прогнозы. Но сейчас просто, ну, на мой взгляд, стадия рынка такая, что есть такая большая спекулятивная активность, но у него нет, у рынка нет какой-то базовой идеи, что в экономике все будет хорошо, поэтому... Или все плохо будет. Даже мы можем надеяться на то, что рынок будет на текущих уровнях или там плюс 15%, допустим, плюс 10% к концу года. Вот. Но я не думаю, что будет какой-то... Во-первых, что прямо в ближайшие месяцы это ралли там случится, если это можно назвать ралли, да? Во-вторых, очень такое будет шаткий. Если рост будет, то он не будет таким как бы уверенным, потому что... Извините, пожалуйста, времени уже совсем нет, я должен сделать анонс небольшой. Проект бюджета до 15-го года будут включены предвыборные обещания Путина. На это и другие вопросы Юрий Пронько сразу после выпуска новостей в прямом эфире отвечает председатель комитета по бюджету Совета Федерации России Евгений Бушмин. Оставайтесь с нами, у нас осталось только время. Я благодарю моих сегодняшних гостей и вам, уважаемые слушатели, традиционно желаю успехов на рынке. Всего хорошего, до свидания. Спасибо.